Книга Иисуса Навина, глава шестая Тогда сказал Господь Иисусу, Вот я предаю в руки Твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делай шесть дней. И семь священников пусть несут семь труб, юбилейных перед Ковчегом, а в седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись к каждой своей стороны. И призвал Иисус, сын Навин, священников Израилевых, и сказал им, Несите Ковчег Завета, а семь священников пусть несут семь труб, юбилейных перед Ковчегом Господним. И сказал народу, Пойдите и обойдите вокруг города, вооруженные же пусть идут пред Ковчегом Господним. Как скоро Иисус сказал народу, семь священников, несших семь труб, юбилейных перед Господом, пошли и затрубили трубами, и Ковчег Завета Господня шел за ними. Вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами, а идущие позади следовали за Ковчегом во время шествия, трубя трубами. Народу же Иисус дал повеление и сказал, Не восклицайте, и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните. Таким образом, Ковчег Завета Господня пошел вокруг города и обошел однажды, и пришли в стан и ночевали в стане. На другой день Иисус встал рано поутру, и священники понесли Ковчег Завета Господня. И семь священников, несших семь труб юбилейных перед Ковчегом Господним, шли и трубили трубами. Вооруженные же шли впереди, а идущие позади следовали за Ковчегом Завета Господня и, идучи, трубили трубами. Таким образом, и на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан. И делали это шесть дней. В седьмой день встали рано, при появлении зари, и обошли таким же образом вокруг города семь раз. Только в этот день обошли вокруг города семь раз. Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу, «Воскликните, ибо Господь предал вам город. Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу». Только Раав блуднится, пусть останется в живых, она и всякий, кто у нее в доме, потому что она укрыла посланных, которых мы посылали. Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды. И все серебро и золото, и сосуды медные и железные, добудут святынью Господу и войдут в сокровищницу Господню. Народ воскликнул, и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания, и народ пошел в город, каждый с своей стороны, и взяли город. И предали заклятию все, что было в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом. А двум юношам, высматривавшим землю, Иисус сказал, — Пойдите в дом оной блудницы, и выведите оттуда ее и всех, которые у нее, так как вы поклялись ей. И пошли юноши, высматривавшие город в дом женщины, и вывели Раав, и отца ее, и мать ее, и братьев ее, и всех, которые у нее были, и всех родственников ее вывели, и поставили их вне стана израильского. А город и все, что в нем, сожгли огнем. Только серебро и золото, и сосуды медные и железные отдали в сокровищницу дома Господня. Раав же блудницу, и дом отца ее, и всех, которые у нее были, Иисус оставил в живых, и она живет среди Израиля до сего дня, потому что она укрыла посланных, которых посылал Иисус для высмотрения Иерихона. В то время Иисус поклялся и сказал, проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон. На первенце Своем Он положит основание его, и на младшем Своем поставит ворота его. И Господь был с Иисусом, и слава Его носилась по всей земле. Субтитры создавал DimaTorzok